50% всех жалоб на торговые объекты относится именно к пристроенным или встроенным помещениям к жилым домам. Новые правила дадут возможность жителям жить в тишине и чистоте. Обо всем по порядку расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики – кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». В жилых зданиях можно будет размещать продуктовые магазины, но нельзя рыбные и овощные. Такие правила прописаны в новом Сан-Пиине, который ждет торговый бизнес уже в следующем году, пишет российская газета. Если магазин захочет работать на первом этаже, то он должен будет организовать зону разгрузки товаров в ночное время отдельно от жилой застройки, оборудовать большую стоянку для машин покупателей, не использовать мощное холодильное оборудование. Изменятся и нормы выкладки товаров. Продукты, имеющие специфический запах, должны будут размещаться отдельно от пищевых продуктов, воспринимающих запахи. Не допускается раскладывать и полуфабрикаты вместе с готовой к употреблению пищевой продукцией. И еще о еде. За пармезан или хамон предлагают сажать. Минфин подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за ввоз санкционки. Это нарушение планируется приравнять к контрабанде ядовитых и взрывчатых веществ. Нарушение законодательства грозит лишением свободы сроком от 3 до 7 лет со штрафом в миллион рублей. Впрочем, россиянам, решившим прикупить за границей импортных деликатесов, ответственность не грозит. Эмбарго не действует на ввоз такой продукции для личного пользования в ручной кладе или багаже. Ответить перед законом придется только бизнесменам. Рубль дорожает к основным валютам в преддверии выходных. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 18 ноября, составляет 59 рублей 63 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 36 копеек. Стоимость европейской валюты также снизилась на 34 копейки по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на выходные, составляет 70 рублей 36 копеек. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения до 16% годовых. 8 800 5 977. На этом все, Анна. Остается только добавить так много жизненных соблазнов. А выходных всего чуть-чуть. Продолжение следует...